так доброго времени суток зрителям канала злой колок сегодня у нас в гостях очень интересный гость вадим шигалов я расскажу сначала два слова что я знаю о вас я буквально может быть месяц назад или два в рекомендации мне вылезло одно видео где вы с женщиной какое-то там проводили записывали также интервью и мне стало очень интересно я нашел вот ваш канал реальный код да винчи и с интересом уже вот больше где-то около месяца я ваш канал смотрю мне очень интересно те темы которые вы освещаете они для меня тоже не не чужие скажем так вот ну например там с бловацкой там с тайной доктрины что это такое я познакомился лет 30 назад когда мне было еще 15 вот поэтому я в принципе все о чем вы говорите все это я прекрасно понимаю и тоже можно сказать немножко разбираюсь в этих вещах но вот у вас вы целенаправленно этим занимаетесь и то на что вы обращаете внимание я бы просто так вот в обыденной жизни бы конечно же не увидел и многие бы не увидели а вы вот именно целенаправленно обращаете взор людей на такие вот очень интересные и занимательные вещи которыми живет элита мировая правильно я понимаю в общем правильно потому что одним словом то что я занимаюсь это называется криптография никакая не конспирология потому что конспирология когда правило догадки это какие-то гипотезы которые многие не очень добросовестные исследователи выдают просто за истину в последней инстанции я занимаюсь просто значит математическими вычислениями и объяснениями значит события которые происходят сейчас заявления в прессе в медиапространстве через призму оккультной номерологии и религиозные оккультные символики то есть то что используют как современная элита и то что они использовали на протяжении последних трехсот четырехсот лет если раньше это было достаточно просто прозрачно просматривалось потому что было не так много способов шифровок а сейчас их появилось гораздо гораздо больше и более изощренные потом я пространство оно сейчас можно сказать очень очень большое то есть с помощью интернета одно и то же сообщение одну один и тот же газетный заголовок можно разместить практически на всех телеканалах на всех интернет порталах это все будет адаптировано под какую-то местную специфику но номера ты же там будут одни и те же которые будут призваны соответствовать определенной дате соответствовать определенному астрономическому или астрологическому событию то есть связывать как на земле так и на небе в общем вот это термитический принцип это все то что используется раньше использовали алхимики часто используют элита для вот таких вот игрищ естественно остается вопросом под вопросом 1 действительно ли им это помогает на в духовном плане подвинуть свои планы либо это всего лишь сопровождение для каких-то экономических финансовых махинаций это остается под вопросом даже после 25 лет исследований вот да вадим я перебью вас перебью вас как раз я хотел сказать помимо того что у вас есть youtube канал вы еще пишете книги я так понимаю то есть сколько лет как раз уже предвосхищаемый вопрос ответили вы я так понял сейчас уже четверть века занимаетесь именно вот этими вопросами 25 лет правильно я услышал практически чуть чуть больше чем 25 лет потому что я начал с изучения ну во первых я всегда увлекался языками с раннего детства мне удалось плюс минус 10 языков более-менее я хорошо знаю и это мне позволяет отслеживать паттерны в различных вещах даже не то что не касается непосредственно языков потому что естественно изучение языков связано с определением выявлением паттерна если вы знаете один два три языка вам легче будет просто экстраполироваться и изучать дальнейшие вещи если вы играете в шахматы при этом то все все это накладывается и помогает помогает выявлять в общем то закономерности в различных вещах неважно в чем если вы посмотрите грубо говоря фотографию я даже не знаю как это происходит например я могу просто по фотографии там вижу какой-нибудь бордюр или кусочек здания и у меня возникает почему-то картина в мозгу откуда это стране и даже в каком городе может происходить вот такие вот способности я их просто решил применять вот для таких вот дешифровок и в общем то это начало работать достаточно успешно это в общем соответствует тому как изучить новый язык вот язык которым с нами если так можно выразиться общаются один из языков по сути язык символов грубо говоря то что то что то что самое то что популяризировал дэн браун своих фантастических новеллах где он становится на сторону так называемых я все время управляю говорю так называемых иллюминатов то есть он с одной стороны выставляет их значит неоднозначными персонажами злодеями но с другой стороны у него прослеживается явная симпатия и поэтому собственно его книги продаются вешенными тиражами человек стал мульти мультимиллионером начиная вот со своего третьего или четвертого романа от да винчи 2003 года потому что он попал в струю человек просто был поднят на щит потому что он отражает интересы определенной группы людей вот его характер профессор лэндон в принципе занимается тем же сам чем занимаюсь я только он фантастичный потому что я реально вадим смотрите вот посмотрев одно из последних ваших видео вы там говорите о том что блаватская ее труды лежат в основе мировоззрения нынешних иллюминатов там тайных обществ коротко ответьте правильно я понимаю да совершенно верно тайная доктрина блаватский это одна из самых любимых книг адольфа гитлера говорят даже что он держал ее на ночной тумбочке перед кроватью и частенько почитал и даже пресловутая свастика им собственно от блаватской потому что она популяризировала среди теоретиков романтического 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 нацизма то есть нет не гитлера естественно его идейных предшественников вполне себе образованных людей гуидов и лист и и прочие последователи отцовского общества немцы штайнер и так далее и собственно от них она попала в таким как гитлер но здесь не ничего удивительного что следующих поколениях ее работа используется также как работа алистера кровля теперь смотрите в один теперь такой вот сейчас очень интересный будет вопрос и я надеюсь вам будет интересно на него ответить смотрите появились данные несколько лет назад конспирология такая определенная о том что александр сергеевич пушкин это никто иной как александр дюма и смысл такой что его здесь как бы сымитировали его убийство на дуэли и вдруг через какое-то время появляется александр дюма во франции и вот теория в том что его специально послала наша царская охранка там разведка как она правильно называется для того чтобы деморализовать и навсегда уничтожить французское дворянство чтобы франция уже никогда не стала больше великой державой и как бы это им удалось вот такой посыл и теперь сейчас ответите то есть верите вы в это не верите и вот такой посыл в соответствии с тем что я сказал а могли ли наши спецслужбы начала двадцатого века ведь известно что рерих он общался сконтактировал там с кгб могли ли они запустить баловатскую таким образом с его с ее учением для того чтобы христианский мир западный да вышел вот в начале двадцать первого века и выродился до такой степени что уже они веруют не во христа а верует в люцифера верует в сатану то есть это была наша такая определенная диверсия по отношению к западному христианскому католическому миру я тогда поочередно отвечу по поводу теории засылки засылки пушкина во францию или наоборот дюмы дюмы младшего в россии я об этой теории никогда не слышал но я могу сказать что я просто поверить не могу так как предки дюмы из гаити чернокожие его его дед был значит первым чернокожим генералом в армии наполеона и соответственно образом пушкин предки были с эфиопии что задокументировано в общем-то ганнибал его его прадед там все задокументировано то есть вот эти последние сто лет которые которые предки пушкина провели в россии при близких к двору российских старей и и предки дюмы которые провели с другой стороны значит часть часть своей жизни в гаити часть своей жизни во франции там все достаточно хорошо задокументировано оригиналы этих документов все сохранились поэтому то что один заменял другого там или в другом месте я поверить не могу вот а что касается блаватской и нквд и лично дзержинского да дзержинский одно время был заинтересован проектами значит подрыва значит подрыва католичества это это так и есть на его братья оставались больше и это было известно кстати и ленину и я насколько помню у него было два брата и один из братьев был по моему на территории советской россии второй так второй так и остался на территории польши и по моему умер он где-то в сороковых годах уже но дзержинский интересовался несколькими проектами в том числе один проект которым предложил рерих присоединить тибет и на этом запросил два миллиона два миллиона долларов которые были ему выделены канцких песо это было более стабильная валюта и он эти деньги получила на них он осуществил экспедицию в шамбалу так называемую в тибет и он провозглашал себя реинкарнации панчан ламы то есть это духовный лидер тибета далай-лама был политическим то есть теократическим лидером а панчан лаба это второй в герархии но это первый духовный лидер тибета вот рерих во время своей экспедиции 19 23 24 года и он совместно посетил алтай монголию и тибет он себя провозглашал там инкарнации панчан ламы и пытался выиграть очки и ну естественно одевался он как тибетец и в этом ему помогал агент НКВД Яков Блюнкен тот самый который совершил на немецкого посла Мирбаха в 15-м году в Петрограде и рерих пообещал взамен на потраченные деньги значит завещать все свои картины советскому правительству он их обманул потому что после того как он осуществил нужную ему экспедицию он эти документы порвал и никакие картины в советское правительство естественно и в советский союз вообще не попали но тем не менее политически вся эта афера провалилась тибет остался там где он остался естественно идеи коммунизма там не не привелись и рерих там явно этим не собирался заниматься просто он получил финансирование обманул обманул дзержинского но безусловно дзержинский и другие высокопоставленные чекисты некоторое время интересовались очень и масонскими обществами рерих принадлежал мартинистам то есть это одно из течений тоже масонского толка организация была и он продолжал свою деятельность вплоть до своей смерти уже в соединенных штатах в том числе поддерживал отношения с вице-президентом волесом чуть было не выиграл выборы в соединенных штатах сороковые годы но из-за того что его связь с рерихом вскрылась он был дискредитирован и вынужден был сняться сняться с выборов тем не менее на однодолларовой купюре как утверждается все-таки пирамида и всевидящее ок оказались по инициативе рериха который действовал с одной стороны анонимно под псевдонимом но тем не менее они просто с волесом общались напрямую и волес был его учеником то есть он к нему обращался как гуру в переписке переписка сохранилась все задокументировано то есть это действительно факт это не выдумка здесь есть определенный след и чекисты долгое время интересовались вот такими вещами в том числе опыты лепатические с профессором барченко который тоже принадлежал свое время мартинистам но не был репрессирован вплоть до 38 года он долгое время работал под руководством на глеба боки был отдел такой глеб боки был полномочия дзержинского проводить эти опыты даже после смерти дзержинского они проводили опыты по передаче мыслей на расстоянии и даже вполне в этом преуспели насколько я знаю кгб привык проводила эти опыты и в 60-е и 70-е годы вот не на кулагина знаменитая была которая отличалась успешными экспериментами есть много съемок которые рассекретили но я уже честно говоря не очень хорошо помню суть понятно очень интересно вы обладаете настолько обширным объемом информации ну давайте тогда из прошлого в настоящее теперь вопрос будет из жизни настоящий вы я надеюсь следите за политической атмосферой о том что происходит у нас в россии что вы скажете о таком очень интересном занятном персонаже нашей современной политики как валерий соловей недавно он в одном из интервью сообщил что входит он является ассоциированным членом какого-то тайного ордена название которого он не не объявил но тем не менее сказал что это один из самых могущественных одной из самых одна из самых могущественных организаций в мире что-то можете по этому поводу сказать у меня есть свои мысли на счет делитесь пожалуйста как минимум десять лет я слежу за деятельностью соловья так как он раньше был профессор мгимо могу сказать по своему опыту все профессора мгимо было рано или поздно загорбована кгб и скорее всего он продолжал сотрудничать с сб естественно какой-то момент он не был востребован но значит он пытался если сейчас не изменяет память 2007 2008 год плавить свою партию она была не зарегистрирована в общем всего тут вот потуги его выйти на политическое поле не очень удались одно время пытался значит делать свою карьеру с националистами русскими но в общем то все это затихло и 2011 2010 году он стал явно проигрывать популярности навальному который естественно был его намного моложе намного харизматичнее и поэтому мне мне так представляется что он был уволен из мгимо где-то полтора или два года назад скорее всего потому что он немножечко вышел за за рамки того что позволено профессор мгимо и так как он решил что у него скорее всего просто не остается другого выбора как делать карьеру на политический слава богу их знания у его есть есть сила убеждения что в общем то показывает что он например свой youtube канал очень быстро раскрутил он сейчас практически является самым востребованным спикером в россии говорю без преувеличения то есть его про приглашают повсюду как на независимые каналы и так и на даже он бывал на на федеральных каналах одно время сейчас он правда уже не появляется и вот сейчас вот состряпали на него уголовное дело скорее всего это не не эффективное делалось оно настоящее но они не знают что с ним делать что касается его заявление по поводу принадлежности к ордену скорее всего это просто его превентивный ход предотвратить некое уголовное преследование чтобы напугать мвд и фсб среднего уровня показать что он связан с более могущественными людьми на самом деле я думаю что это не так но как человек умный он скорее всего решил просто блефануть и этот блеф естественно сложно потому что люди могут задаваться даже высоких кабинетах могут задаваться вопросом а неужели такой умный человек будет так глупо блефовать там есть какой-то смысл понятно ну очень интересно вадим с вами общаться я бы если вы не против продолжил бы это общение возможно запишем еще какое-нибудь видео спустя некоторое время зрителям я прошу пишите пожалуйста вопросы вадиму в комментариях если наберется достаточное количество мы с вадимом если он будет не против организуем еще раз записи эти вопросы зададим что-то я думаю злоупотреблять временем зрители мы не будем слишком длинный ролик делать что-то еще хоть хотите может быть сказать от себя какие-то мысли поделиться объявления может какие я думаю что неплохой повод обсудить но я думаю для следующего разговора будет ситуация вокруг отравления алексея навального потому что это один как бы скорее всего из поворотных моментов российской внешней политики и все то что согласен скорее всего будет внутри россии поэтому я думаю вот этому нужно будет посвятить отдельную отдельный разговор отлично тогда давайте мы с вами интересованных сторон отлично давайте мы тогда с вами договоримся ну может быть через недельку или через несколько дней как вам будет удобно вот и осветим передачу непосредственно вальному потому что я тоже вижу что это очень интересная и значимая фигура у меня есть видео вы можете посмотреть на канале недели полторы назад я записывал где я сравнил навального с лениным нашел очень много общего этих двух казалось бы разных политических фигур можете посмотреть антон что-то есть общего оно не длинное там на 10-12 минут буквально видео можете посмотреть в описании тоже оставлю ну вадим спасибо вам большое за уделенное время большое спасибо за разговор до следующей встречи все отлично всего доброго всем зрителям спасибо за просмотр спасибо за просмотр